Духовной жаждой утомим. Под таким названием в Перми состоялся конкурс юных чтецов. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня православной книги. Кроме того, в столице Прикамья была организована и краевая конференция учащихся 6-11 классов духовно-нравственной ценности в русской культуре. Есть жажда телесная, хочу водички попить, например, да? Есть жажда душевная, например, потанцевать, послушать музыку. Есть жажда духовная. Пятый краевой конкурс юных чтецов «Духовная жажда утомим» проходил в Пермской школе номер 2 среди учеников 2-11 классов. Традиционно в этом конкурсе принимает большое количество участников со всего Пермского края. Заявки поступают и не только из общеобразовательных школ, из учреждений дополнительного образования, из церковно-приходских школ поступают заявки. Но на конкурс очный уже попадают только те, кто смог найти такое стихотворение в русской литературе, которое соответствует самым высоким критериям. Участники исполняли стихотворения Пушкина, Державина, Вяземского, Карамзина, Лермонтова, Хмякова, Никитина, Бунина, Фофанова, Бехтерева, Набокова и Ахматовой, а также Пастернака и Бродского. Кроме того, были стихи и современных авторов. Сначала у нас в школе был отбор, конкурс чтецов по стихотворениям Александра Сергеевича Пушкина. И по нему уже отбирали участников для этого конкурса. У меня было стихотворение «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Я не хотел брать какое-то известное и пошел искать менее известное. Нашел это, мне оно понравилось. Организаторы говорят, что главное здесь не победить и получить диплом, а также покорить сердца слушателей. Но прежде всего важно суметь донести авторскую идею и послушать произведения других поэтов, их размышления о смысле жизни. Мне очень понравилось стихотворение «Свежий дар» Фёдора Михайловича Достоевского «Своей добротой и искренностью». Учить стихотворение было несложно. Подбирали мы вместе с моим учителем русского языка Ириной Александровной. Также в этот день в школе состоялась восьмая краевая конференция учащихся общеобразовательных учреждений духовно-нравственной ценности в русской культуре. Вы знаете, каждый раз, когда мы с ними общаемся, они становятся как-то добрее, в открытии. И самое главное, они с удовольствием принимают решение ещё раз поучаствовать. У нас много детей, которые каждый год традиционно уже приезжают в это мероприятие. Если взрослые стараются создавать одну из себя атмосферу любви, доброты, заботы, и дети это чувствуют, если взрослые сами увлекаются, читают, пытаются, скажем так, рисоваться в прошлом, то и дети тоже это делают. В рамках торжественного открытия мероприятия состоялось награждение победителей и призёров Общероссийской Олимпиады школьников по основам православной культуры. Я участвовал в Олимпиаде основы православной культуры и получил там диплом первой степени, набрав наибольшее количество баллов по краю. Я участвую также в качестве члена жюри под оценки СССР у детей, что я делаю в первый раз, участвую в качестве жюри. Мне больше всего интересно то, как другие дети копают, насколько они глубоко копают, так же они копают ли, как я, так же они ли понимают, как они, насколько умеют передать свои мысли. Вот мне больше всего интересно послушать. Всего в мероприятии приняли участие 100 мальчиков и девочек Пермского края. Желаю, чтобы это начинание прекрасное, такое вот весеннее, доброе, духовное, оно принесло и добрые плоды, и были у вас такие творческие и духовные находки и открытия.